привет дорогой друг сегодня на территории творчества сделаем с тобой такой полезный аксессуар как прихватку под горячее которая будет у нас служить также и подставкой под горячие предметы на кухне делать мы будем с тобой ее из фетра это замечательный материал не боится высоких температур поэтому прекрасно нам подходит посмотри какая красота у нас с тобой получится будем делать такой осенний кленовый листок и так для работы нам с тобой понадобится распечатка кленового листочка сделанная на принтере посмотри какая нам понадобится с тобой конечно же фетр обычный стандартный фетр в таких листах по 2 миллиметра толщиной осенних оттенков также понадобится нам с тобой иголочки и булавки потому что мы будем шить нитки также таких же цветов контрастных осенних также обмылочек будем рисовать с тобой на фетре мылом ножницы у меня здесь есть еще листовой фетр это тот же самый фетр такой же толщины 2 миллиметра только в рулонах зачем он нужен чуть позже тебе объясню и швейная машинка сегодня будем с тобою шить поэтому этот полезный предмет нам очень пригодится и так давай приступим с чего начать сперва мы вырезаем из бумаги кленовый листочек я это уже сделала посмотри я хочу чтобы у меня сейчас он был такой вот терракотового цвета или темно-оранжевый прикладываем его и обмылочка обводим края этого листика стараемся точно повторить форму когда мы обвели наш листик мы должны его вырезать посмотри посмотри у нас получился такой листик это будет верхний лист он будет самого маленького размера так как это прихватка она должна быть толстая он должна защищать руку чтобы мы не обожглись поэтому мы нашли делаем контрастных цветов в несколько слоев верхний листик будет самый маленький я тебе говорила что я буду использовать также рулонный фетр почему именно рулонный потому что вот этот листик у нас уже не поместится если мы будем его увеличивать на 5 или 7 миллиметров делать его больше он у нас уже не поместится на стандартные листы поэтому я использую рулонный вырезаем также с тобой еще два листика из рулонного фетра посмотри я это уже сделала видишь у нас получается с тобой 3 кленовых листика на 5 миллиметров отличающиеся друг от друга по величине что нам еще нужно так как это прихватка мы можем ее повесить на петельку поэтому мы делаем еще петлю я не хочу сделать такого же цвета как и верхний слой поэтому беру и отрезаю полосочку где-то шириной полтора сантиметра для того чтобы сделать петельку я вкладываю эту петлю между слоями могу сделать это заранее могу сострочить вместе с листиком но прежде чем мы с тобой будем шить на машинке я хочу тебе показать что этот листик необходимо скрепить ты можешь либо прошить аккуратно ниточками сметать так сказать эти слои либо просто заколоть булавками что я собственно и делаю закалываем булавочками мы для того чтобы эти слои не смещались по отношению друг другу когда мы будем их сострачивать вместе ну а теперь нам нужна швейная машина ты можешь если ты не умеешь шить на машинке ты можешь соединить эти листики вышивкой просто скрепить ниточку и двойным швом прошить эти листья по периметру либо сделать рисунок на листе так как это сделала я но мне кажется что красивее аккуратней швы получаются на швейной машине поэтому будем сейчас с тобой их сшивать нам необходимо заправить швейную машину обычно в швейной машине два катушечных стержня я буду использовать один и второй для того чтобы сделать верхний шов на нашем листике вот таким вот плотным и более толстым ты можешь использовать либо одну нить но они не будут настолько выразительны и яркие эти линии на листочке как получились у меня поэтому я тебе советую взять полистеровые ниточки и заправить в оба держателя для катушек что я и делаю смотри я для нашего листика оранжевого подобрала желтый и коричневый цвета буду их соединять вместе вставляю в катушечный держатель один и второй так как у меня здесь коричневый листик я хочу сделать контрастные линии как на этом листе и заправляю вниз катушку шпульку с красными нитками готово мы готовы с тобой к тому чтобы приступить к шитью но прежде нужно разлинеет наш листочек то есть мы должны нарисовать кленовые линии чтобы у нас получился настоящий кленовый листик тем же самым обмылочка теперь нам понадобится с тобою швейная машина для того чтобы все это дело сострочить но помни о том что у тебя здесь есть булавочки поэтому постепенно мы с тобой будем их вытаскивать и самое главное чтобы иголка не наткнулась на иглу и помни правила безопасности работы со швейной машиной ни в коем случае мы не подставляем свои пальцы под иголку и так начнем выставляем длину стежка на максимальную то есть стандартное приключение это два и два миллиметра мы ставим на 5 миллиметров ширину стежка и вперед теперь необходимо нам закрепить нашу петлю на которой будет висеть листик можно это сделать либо зигзагом либо просто стежком вперед назад вот пожалуй и все посмотри как красиво у нас аккуратно все получилось теперь нужно ниточкой обязательно спрятать между швов листов фетра поэтому я беру иголку с широким ушком обрезаем конец лица для того чтобы они были ровными управляем ниточки в углу и аккуратненько внутри фетра прячем нить ну вот наша прихватка с тобой готова посмотри как здорово и аккуратно получилось а я прощаюсь с тобой до новых встреч на территории творчества пока